Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит. Меня зовут Ваня. Я рисую сегодня сказки. Сегодня мы рисуем три поросенка. Три поросенка на белом листе бумаги будем рисовать. Будем рисовать акварельной краской гамма. Она называется Пчелка. 20 цветов. Маленький удобный пенал с круглёнными краями. И раз открываем, здесь 10 цветов и можно достать ещё. Этими цветами уже можно рисовать. А если тебе нужно больше цветов, тебе нужен серый, телесный или ярко-оранжевый цвет, они тоже здесь есть. А крышку можно использовать как полив. Очень удобный пенальчик. Рисуем. Рисуем трёх поросят, как я сказал. Сочно, ярко, весело. Три поросенка. Любимая моя сказка. Я любил аудио, книжку слушать, такую пластинку слушал. И мне они нравились. Мне нравились все три поросенка. Они весело пели, играли. В начале нашей работы мы капнем на каждую красочку немножко воды. На каждую красочку капни капельку воды. Тогда твоя акварелька будет сразу готова к рисованию. Тебе надо будет только раз взять и сразу рисовать. Рисуем трёх поросят. Очень просто. Прям очень одинаковые. Они будут практически по размерам. Первый здесь. Например, так. Раз. Первый поросенок. Второй здесь. Раз. Второй поросенок. Третий здесь. Раз. Третий поросенок. Примерно они похожи. Это тела поросят. Мы рисуем такие пятнышки. Прям наливаешь пятнышки, рисуешь. Всё получается здорово. Пока что просто. Я не думаю, что надо ждать тебя. Я думаю, у тебя получилось. Всё. Макаем ещё в эту краску. Она у нас телесная. Такая немножко розоватая. Как раз подойдёт для наших поросят. Рисуем теперь голову поросят. Раз. Голову побольше. Рисуй прям такие. Раз, раз, раз. Вторую. Раз, раз, раз. Кто ниф-ниф, кто наф-наф и нуф-нуф. Я всегда путал. Мне кажется, ниф-ниф и нуф-нуф это такие пацаны, которые не хотят работать. А наф-наф это такой, который хорошо старался и старался. Правильно? Нарисовали три шарика. Три кружочка. Это головы наших поросят. Теперь рисуем уси. Ушки. Начнём отсюда. Одно ушко. Раз. Второе ушко. Два. И такие весёленькие длинные ушки. Теперь здесь. Раз. Ушко. Два. Ушко. Такие вот поросята. И здесь. Раз. Ушко. Два. Ушко. Я думаю, у тебя обязательно получатся ушки. Они симпатяки. 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 Теперь рисуем им лапки. Лапки или ручки. Раз. Два. Вот так вот ручку рисуем. Сюда и сюда. Это ручки. По две ручки у каждого поросёнка. Сегодня мы, можно сказать, шесть рук, шесть ног нарисуем. Шесть ушей, три головы, три тела. Вот так мы рисуем ручки поросят. Нарисовали. Теперь сразу нарисуем ножки. Сразу. И сколько ножек? Я думаю, ты тоже сможешь посчитать. Тоже шесть. Один. Два. Считаем вместе. Три. Четыре. Легко их рисовать. Прямо они такие корюненькие, маленькие. И может быть даже толстенькие. Немножечко может быть. Они любят кушать поросятки. И такие всегда плотненькие. Хорошо, когда покушали. Вот такие у нас поросята получились. Нарисуем им сразу же хвостики. Один хвостик сюда. Раз. Два. Третий. Второй сюда. Раз. Два. А третий вот сюда будет идти. Раз. Два. Хвостики здесь есть. Все. Теперь будем смотреть. Проверять, все ли мы сделали. И когда поросять будем, ты как раз догоняй. Смотри. Три тела. Раз. Два. Три. Три головы. Раз. Два. Три. Все отлично. Мы и считать учимся. И рисовать сразу. Акварелька нам в этом помогает. Шесть ушей. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть ручек. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Три хвоста. И шесть ножек. Все получилось. Все как нельзя лучше. Теперь раскрашиваем одежду нашим поросянам. Давай раскрасим одежду. Выбери какого цвета каждая одежда будет у каждого поросенка. Мне очень нравится зеленый цвет. Мне очень нравится красный цвет. Я обязательно хочу красный использовать для наф-нафа. Почему? Потому что мне кажется он такой серьезный парень. И хорошо умеет строить. А строители они очень классные ребята. Рисуем ему штанишки. Прямо сверху нашего тела. Прямо сверху рисуем штанишки. Вот такие штанишки. Комбинезон. Вот так все закрашиваем. Рисуем его чуть потолще. А здесь подтяжки. Раз. Раз. Вот такой поросенок. Тут же можно ему нарисовать кепку. Или даже каску. Потому что он строитель я знаю. И у него хорошо это получается. Вот такую сразу каску ему нарисуем. Классно. Классно. Смываем. Красный цвет. Пока он нам больше не понадобится. Теперь я хочу обязательно синий использовать. Обязательно яркий синий. Хочу тебе показать насколько яркий синий в этих красках. Вот здесь будем использовать синий цвет. Вот так вот рисуем ему. Комбинезон следующему поросенку из синего цвета рисуем. Так. Штанишки. Просто сверху прям мажем подтяжки. И отлично. Отлично получается. Теперь только кепку ему надо придумать. Какая у него кепка я не знаю. Давай может быть. Какая у него кепка. Ну давайте вот такая вот. Вот так будет идти. Вот такая кепка будет. Такая кипулечка. Кипулечка у него. Смываем. Кисточку смываем. Сейчас мы дойдем до третьего. Третий у нас есть вариант. Или оранжевый. Или желтый. Или зеленый. Я думаю, что лучше взять желтый. Он очень яркий. Сочный. А потом добавить немножко оранжевого. Это будет очень красиво. И очень ярко. И мы научимся смешивать цвета прямо на бумаге. Вот взяли все желтым сделали. Нарисовали кепку. Например, вот такую кепку квадратную. А теперь смыли кисточку обязательно. Смываем кисточку. И возьмем оранжевого. И сверху немножко доведем оранжевого. Вот так мазнем кое-где оранжевым на шапке. И останется и желтый, и оранжевый. И будет он золотой. Очень красиво смотрится. И очень здорово. Такие у нас поросяки. Три поросенка. Но еще не живые. Они живые, потому что они без пятачков. Рисуем им пятачки. Пятачки рисуем, наверное, розовым цветом. Я думаю, розовым цвет возьмем. И сразу так мазнем. Раз, пятачок. Два пятачок. Три пятачок. Хоп. Три пятачка. Три пятачка. И этим же розовым можем сразу немножко мазнуть ушки. Ушки. Немножко мазнем на каждое ушко. Будет смешно смотреться. Немножко мазнем на каждую лапку. Они же у нас такие с копытцами. И мы розовые копытца им нарисуем. Это здорово будет смотреться. И не надо коричневые копытца рисовать. А у нас будут розовые копытца. Потому что это поросята. Копытца просто так мазни на каждую лапку по одному разу. И вот у нас получилось здорово. Просто пока что все получается идеально. Так, как я хотел. Смываем кисточку. Розовая нам больше не понадобится. Теперь понадобится нам черный цвет. Черный или коричневый цвет очень нужен. Мы возьмем тоненькую кисточку. Намочим ее и возьмем черненького. И будем рисовать глазки. Глазки и рожицы. Здесь нужно быть очень аккуратным. Мажем один раз и убираем кисточку. Раз. И убираем. И смотрим. Два. И убираем. Три. И убираем. Четыре. И убираем. Смотрим, что получается. Вот они наши глазки. Наших поросят. Веселых поросят. Вот такая у нас фишка. Носики, дырочки покажем. Тык-тык. Улыбочки покажем. Тык-тык. Хи-хи-хи. Они улыбаются. И очень весело это делают. И давай нарисуем им бровки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот такие гипросята. Также мы можем нарисовать им точечки. Точечки надо решить, каким цветом нарисовать. Чтобы они ярко видны были. Мне кажется, фиолетовый цвет идеально подойдет. Именно вот для красного цвета он будет темнить. А для желтого лучше синий, к примеру. И тоже будем когда рисовать, будем так ставить. Раз точечку. Два точечку, чтобы она не размылась. А вот для синего, для темного цвета лучше взять белый цвет. В нашей палитре он есть. Я надеюсь, здесь все подсохло. Мы возьмем белый. Немножко совсем мазнем. Ставим одну точечку и вторую точечку. У-у-у! Какое веселье наступило! Поросята наши готовы. Давай им нарисуем немножечко травы. Они же у нас веселые парни. Балуются и веселятся. Мы нарисуем им немножко зеленого цвета травы. Вот так вот размажем сначала. Сначала размажем. И она кажется нам такая однотонная. А потом мы возьмем темно-зеленый. У нас много зеленых цветов. Мы можем выбрать. И мы нарисуем травку. Так раз-раз-раз. Раз-раз-раз. Можно и тоненько кисточкой рисовать травку. Раз-раз-раз. Раз-раз-раз. По зеленой мы рисуем зеленым. И у нас получается травка. Такие вот штрешочки. Раз-два-три-четыре-пять. Вышел у Ваня погулять. Порося. Так посчитать. Можно так играть и весело проводить время. Мы рисуем много травы. Мне нравится, что они писали, плясали, веселились, делали домики. И получалось у них это хорошо. Можно в конце концов нарисовать для них немножечко цветов. Я думаю, это им понравится. Они веселые поросяты. И цветы любят. Побольше цветов со всех сторон. И если мы уже нарисовали, мы скажем, что сказка потрясающая. Нам она нравится. У нас получились классные герои, которые ты можешь отнести в садик и показать, что ты умеешь рисовать одного поросятка или сразу трех. Нарисуем нашим поросятам чудо солнца. Вот так кружочек. От него немножечко лучей в разные стороны. Это очень легко рисовать, но сразу твоя работа будет яркая, сочная и красивая. А здесь можно облачко нарисовать. Тоже очень красиво смотрится. Все, работа закончена. Я зову тебя в инстаграм. Рыбакит папа рисует. Мамы, папа, приглашаю вас ко мне в инстаграм. Там каждый день проходят конкурсы для стимуляции рисования детей. Участвовать очень интересно. Многие ребята участвуют. А самый главный приз это рисунок от меня. Когда ваш ребенок рисует, он вечером может выиграть рисунок от меня. И я нарисую ему рисунок. То, что он хочет. Это будет интересно и весело. И мне посмотреть хочется на... Успехи юного художника. Я всегда рад, когда получаю новые рисунки, новые истории с вашими творениями. Хорошего настроения. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...